Привет, друзья! Итак, США накрыло торнадо, в Новой Зеландии наводнение, шторм в Китае, землетрясение в Турции, а еще пожары и землетрясение в России. Вот это и обсудим! Интересуют такие новости? Поддержи нас лайком и комментарием, это важно! Ну а с вами самый ненаучный канал, Сейнт Шоу, погнали! Итак, начнем с наводнений. Сегодня власти Окленда объявили чрезвычайное положение, поскольку крупнейший город Новой Зеландии снова пострадал от наводнения. Конечно, это не сравнит с предыдущим потопом, но все же. Пожарные и аварийные бригады заявили, что ответили на более чем 200 звонков. Многие из них были связаны с попаданием воды в здание, но они также реагировали на оползни, падающие деревья и застрявшие автомобили. Везет на отличную погоду и китайцам. Например, штормы Град вчера обрушились на Инзан, провинция Гуандун. Сильный ураганный ветер с порывами до 150 км в час носил все на своем пути. Жителям районов вокруг города Инзан было рекомендовано оставаться дома, так как на город обрушились еще и проливной дождь и гроза. Также повалены десятки деревьев и рекламных щитов, два из которых приземлились на авто. Ну а тем временем в Свердловской области возросла площадь пожаров с 54 тысяч до 80 тысяч гектаров. При этом за сутки в Свердловской области зарегистрировано 78 природных пожаров. Ну а за последние два дня из-за угрозы эвакуирован 1241 человек. Тушением пожаров занимаются 4807 спасателей и несколько тысяч волонтеров. Также привлечены силы МОРФ и МЧС РФ. Стоит отметить, что жертвой страшного пожара в Курганской области стало татарское село Юлдус. Огонь уничтожил его почти целиком, оставил сотни людей без крова. Кстати, местные жители считают, это был поджог. При этом до случившегося в селе Юлдус было порядка 400 домов. Огонь уничтожил более 300 домов. Осталось лишь порядка 90. А вообще новости сегодня удивляют. Черный смерч напугал жителей города Шилка в Забайкалье своим необузданным яростным движением. Очевидцы успели заснять это невероятное явление, которое произошло в районе балластного карьера. В США, например, вот так выглядят последствия недавнего торнадо, который прошел между Джеймс Портом и Трентоном, штат Миссури. Итог данного разгула стихии на ваших экранах. Торнадо повредил крыши домов, амбары и фермы, раскидал мусор, повалил деревья, оставил дома без электричества. Короче, ничего такого, что в штате Миссури тут еще не видели. В рамках рубрики «А что там под водой» сегодня у нас Энхеликорэ пордалис – вид лучеперых рыб семейства Муреновых. Содержат эту красоту в аквариумах из-за яркой окраски промыслового значения не имеет. Населяют скалистые и коралловые рифы на глубине от 8 до 60 метров, ведут скрытный одиночный образ жизни, прячась в камнях и расщелинах, и кораллах, питаются рыбами и ракообразными. Ну и под конец землетрясения. И в этот раз землетрясения в России, а если точнее, рядом с озером Байкал в Иркутской области произошло землетрясение. Об этом сообщается на сайте байкальского филиала геофизической службы РАН. Землетрясение было зафиксировано примерно в 22.07 по иркутскому времени. Интенсивность толчков в эпицентре составила 6 баллов, магнитуда 4,4. Что касается Турции, то там за последние 24 часа в Турции было одно землетрясение магнитудой 4,5, 11 землетрясений магнитудой 3+, и 55 землетрясений магнитудой 2+. Основные толчки были в 12 километрах от Гюрюн, город в Турции, на реке Тохма, правом притоке Ефрата к северо-западу от города Малатья, а также магнитудой 4,5 в 26 километрах от Ада Яман. Ну а вы что скажете, друзья, стихийные бедствия стали чаще, землетрясения все мощнее. Будет ли этому предел или это начало конца? Пишите и не болейте. Всех благ.